Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, сегодня солнышко, я пришла в шубе, в машину и в майке, и оказалось, что в майке отлично. Настроение прекрасное, сегодня вообще волшебный день, потому что у нас начинается новая эра, точнее она вот начинается сегодня, я вам записываю видео в воскресенье, вы будете его смотреть в понедельник. И какое-то абсолютно приподнятое состояние, приподнятое настроение и точное понимание того, что вот как-то, знаете, в моей жизни так точно все складывается замечательным образом. И я очень хочу этим поделиться с вами, потому что понимаю, что многим не хватает спокойствия, многим не хватает какой-то уверенности. Вот знаете, как-то так сошлись интересные карты, как говорят мои подруги, ты ненормальная, поэтому в тот момент, когда у людей паника и страх, на тебя вот наступает счастье, ты начинаешь светиться и к тебе начинают тянуться люди. Я очень надеюсь, что ко мне притянется много людей, потому что мне всегда хочется, когда, знаете, меня штырит, мне всегда хочется, чтобы было много людей. Я готова спасать мир, вселенную, ну не знаю, такое очень классное состояние. Поэтому, ребята, приготовьтесь, я думаю, что к минутам 10, так солнечного, классного, хорошего настроения. Буду стараться лить на вас свет, даже смотрю, лучи солнца, как вот так светят, что весь экран засвечен. Ну, почему столько причин для радости, да я не знаю. Вот знаете, как-то хорошо. Во-первых, вернулась к спорту, потому что, когда начался этот карантин, и я пыталась этот новый график как-то устаканить, ничего-то мне не хватало на это время, вернулась. Мало того, сейчас пообещала себе вернуться к ежедневному. Очень обидно, знаете ли, когда ты все время тренируешься, теряет свою форму, особенно шпагаты, это страшно больно, все эти растяжки. Вернулась, выкладываю в инстаграм, дабы мотивировать людей, потому что меня всегда мотивируют эти гнусные подружки, которые умудряются находить время. И ты, конечно, думаешь, ааа, я тоже буду. Поэтому мотивируйтесь. Мотивируйтесь. Понимаю, что так или иначе все равно идет весна. Хорошее из-за этого настроение, естественно. Понимаю, что вот сегодня в понедельник, а в частности сегодня на данный момент это завтра, запускается рерайтер жизни. И знаете, такое ощущение, что запускается какая-то моя новая жизнь. Очень много сейчас движа, очень много рабочих моментов каких-то классных. Очень как-то замечательно складываются отношения в семье. А вот это заточение, которое произошло, мы стали с Сережей еще больше времени проводить вместе, потому что так мы уезжали куда-то друг от друга там, в офисе не всегда виделись. А тут все время как-то вместе и как-то тоже, знаете, стали лучше друг друга понимать, лучше взаимодействовать, слышать. Такой явились настоящей парой партнеров и по семейным всем вопросам, даже включая уборку, это тоже прикольно знать, что он может взять пылесос и быть старшим по квартире, хотя в очередной раз говорю, что это не наша история. В общем, классно. Давайте поговорим немножко о бизнесе, да? Вернемся в эту тематику. Бизнес, конечно, сейчас переживает разные времена, но я уже вижу тенденцию, уже прошло какое-то время, и уже можно отчетливо говорить, что есть те, кто очень активно приспосабливаются к новым изменениям, кто уже выкладывает всякие разные решения, моменты, каким образом пережить сейчас, и я вижу, как выстраивают стратегию на будущее, то есть, ну, понятно, что уже все понимают, что будут переназвать, правильно, реформы, скажем так, в бизнесе, что кто-то, кого-то уже не будет, какие-то отделы будут реформированы, что все будет более автоматизировано, но это нормально, это момент эволюции, когда мы получаем такое прямое, как бы, назначение, не знаю, как это сказать, ну, в общем, у нас не остается выбора, чем стать лучше, да, единственный выбор – это стать лучше, поэтому мы многие моменты оптимизируем, мы сейчас с Сережей, конечно, завалены, честно вам скажу, всеми задачами, которые у нас есть, но это, конечно, дико мотивирует, потому что, когда в тот момент, когда типа рынки проседают, ты на волне, конечно же, это мотивирует, и ты понимаешь, что значит, ты делаешь то, что людям необходимо, нужно, и это супер-мега круто, замечаю, что, конечно, активно сейчас стараются выходить рестораны с доставками, с решениями, с разными, стараются активно быть, вот, кстати, я еду, вот такое количество машин на улице, прям поражает, на заправках стоит, чувствуется, что люди не собираются дохнуть и умирать, и могу вам точно сказать, что те, кто уже был состоятельным и успешным, они точно не собираются сдавать позиции, и это уже видно, что еще раз определяет то, что есть некий ген, твой внутренний ген состоятельности, когда ты принял для себя решение, что другого быть не может, и ты на другое, ну, как бы, ты все равно ищешь варианты и возможности постоянно, и поэтому сейчас постоянно задают вопросы, вы пишете, как спасти стоматологию, как спасти то, как спасти это, мы не знаем, мы не знаем, как это спасти, потому что мы не занимаемся стоматологией и не занимаемся чем-то другим, мы не находимся внутри вашего бизнеса, поэтому мы не можем вам дать ответ, вот так вот с наскока, не погрузившись в него, да, не сделав анализ, даже не проведя с вами никакую консультацию личную, сложно об этом говорить, Даже на консультации мы скорее выдвигаем гипотезы, и вы пробуете их запускать, но вы должны понимать, что самыми лучшими своими докторами являетесь вы сами. Вот человек сам себя способен излечить, и если вы в свой бизнес уже, извините, встряли, вы в нем работаете, вы точно о нем знаете больше, чем мы. Но вам не хватает чего? Правильно, вам не хватает, вы сидите в этом борще. Плюс вам не хватает смелости, очень многим не хватает смелости, очень многим не хватает размаха мыслей, понимания того, что да, вашу мать, да ничего не случится, мы все равно с вами будем жить, у нас все равно будет прекрасно. Сейчас очень много говорят там о том, что нам сделают прививки, нам сделают чипы, нас хотят посадить под ключ, нас реально хотят посадить под ключ, но поверьте, энергия уже есть солнечная, сильная, мощная у такого количества людей, что мы не дадим этого сделать. Вселенная уже не даст этого сделать, это уже понятно, я уже понимаю, что я могу скоро, если я еще посижу на карантине, я смогу двери просто открывать любые, сейфов, просто своей энергией, просто лучом изнутри, поэтому этот момент точно не пройдет, так что расслабьтесь и успокойтесь, бояться не надо, но о бизнесе своем. А, нужно думать, если вы уже пережили первый кризис того, что непонятно, что делать, все плохо, все выдохнули, теперь все начинается хорошо, теперь ваша задача найти ответ, что делать, непонятно это уже было, теперь важно найти ответ на вопрос, как, что я буду делать. Уже многие что-то начали делать, между прочим, я вам скажу больше, что некоторые люди работают под запись, там, где работать нельзя, тоже скажу вам по секретику, если вы этого не знали, люди возвращаются к своим клиентам, люди забирают своих клиентов, люди хотят есть, и люди несколько начинают понимать, что что-то таки раздуто, что-то происходит не так, как нам говорят, и что внутренняя наша защита, ментальная, по поводу всех болезней и прочих хрени, она гораздо важнее, поэтому я сегодня наряжаюсь и красивенько, красивенько, легенько и с улыбочкой, иду, сажусь в свою машину, и еду в свой магазин, дабы не сойти с ума, дабы не свести с ума своих родных и близких, моя жизнь продолжается, и это мой выбор. Я никогда не любила и не позволяла, чтобы кто-то навязывал мне свое мнение и говорил, что сейчас нужно делать, ограничивая мое пространство, и не собираюсь делать этого сейчас, поэтому у меня есть свой собственный мозг, у меня есть своя собственная жизнь, я люблю брать ответственность за свою жизнь и принимаю решение самостоятельно, что делать, стараясь не выходить за грани дозволенного, и это рекомендую вам делать самим. У вас есть свое понимание, свой мир, не навязывайте свое мнение кому-то, просто следуйте тому, что вы чувствуете. И если вы чувствуете, мать вашу, что вам нужно выйти из дома и подышать воздухом, выйдите и подышите, если вы чувствуете, что вам нужно сесть в машину и проехаться, выйдите и проедьтесь. Сейчас, поверьте, вот точно хуже вам не станет, вот 300% вам говорю. И теперь возвращаясь к своему бизнесу, если вы понимаете, что ваш бизнес сейчас может жить, если у вас есть сейчас тысяча и одна идея, и вы не уверены, хорошая она или плохая, то хорошим решением будет попробовать эти идеи, потому что само по себе действие это и есть жизнь. Не надо умирать, мы скорее умрем от заточения собственных мыслей, от заточения собственной энергии, нежели от какого-то там вируса. И это снова нужно понимать. Конечно, не надо массово идти, садиться, жарить шашлыки, ну давайте включать мозг немножечко, но что-то делать однозначно можно и нужно. Со своим бизнесом точно так же, не надо открывать салон, забивать на все, потому что вы будете наказаны, вы понимаете это, но в то же время вы можете думать о своих клиентах, вы можете думать о том, как что-либо обезопасить, вы можете думать о решениях, которых уже полным-полно, уже даже глупо о них говорить, потому что уже мы видим, как люди сориентировались, продолжаем ориентироваться, продолжаем строить свои планы, продолжаем понимать, что жизнь на самом деле не закончилась. И сама по себе вселенная, обновляясь сейчас, дает нам, обратите внимание, колоссальный заряд сил и энергии. И если у вас сегодня нет сил и энергии, то на это есть очень понятные причины. Первое, вы много смотрите телевизоры, читаете всякой хрени. Второе, вы много слушаете своих близких, которые делают пункт первый. Третье, вы сами на себе поставили крест и решили, что все плохо, что тоже, в общем-то, спасение утопающих, понимаем, чьих дело рук. И вы просто решили, что сейчас каникулы, и вы этого ждали, и вам нравится вот так вот сейчас находиться. Все, других причин у вас нету. Вот такое вам откровение. Поэтому, если вдруг вы узнали людей, которых я описала, вы знаете, где они живут. Может быть, вы наблюдаете их в зеркале. Немедленно пойти и с ними разобраться, немедленно посветить им фонариком в глаза и сказать, ты чего, я тебя сейчас сдам, закрою, я тебя сейчас самоизолирую. Я хочу жить с другим человеком, у которого много сил, много энергии, который понимает, что жизнь продолжается, который хочет летом купить себе новое платье или что-нибудь еще, куда-нибудь поехать, который хочет прожить яркую, классную жизнь и вспоминать про этот отрезок, как про нечто фантастическое, но то фантастическое, которое дало веру, силы и жизнь. Вот, собственно, и все. На этой прекрасной ноте я шлю вам миллион поцелуев, я шлю миллиарды поцелуев, все, кто сегодня начинает со мной рерайтить. Кто не начинает, у вас есть шанс впрыгнуть в последнюю лодочку первого потока, оставляю вам ссылочку внизу. Люблю, целую, много сил, энергии, не болейте, все будет зашибись. Сказала бы по-другому, но нас смотрят дети, которых я тоже страшно люблю. Все, пока, попсики.